Там, где давно должно было завершиться возведение спортивного зала для бокса, до сих пор возвышаются лишь сугробы до еловая роща. Здание здесь, далее в пределах 100 метров, должна быть территория, прилегающая к этому двухэтажному зданию. Двухэтажное здание представляет собой первый этаж, он как бы основной, а второй мансардного типа. Должен быть предназначен для приезжих спортсменов, чтобы они имели возможность отдохнуть. Спортсмены взяли в аренду этот участок два с половиной года назад, причем по праву переуступки. Раньше здесь планировалось построить автомастерскую. От целевого назначения земли зависит размер арендной платы, которая в разы выше, если назначение коммерческое, а не социальное. Но спортсмены были согласны и на это. Проект подготовили и уже представляли, как будут боксировать на ринге, но бороться им пришлось с чиновниками. Владимир Андреевич Елисинян только приступил к своей работе, был полон энтузиазма, говорил много хороших и правильных слов. Нас пригласили на публичное слушание, мы пришли на публичное слушание, поголосовали за разные вопросы, как и сегодня, вот вы заметили, спортсмены пришли и голосовали не только за спорт. Но нашего вопроса там просто не оказалось. Владимир Андреевич сидел вот здесь рядышком, вместе со мной, он сказал, не волнуйся, Рустам, мы это все решим в рабочем порядке. И в итоге слушание провели, хотя добивались этого два года. Тем временем вокруг их участка становится все меньше свободного места. Здесь вовсе орудуют строительные краны, завозятся материалы и суетятся рабочие. Спортсмены никак не могут понять, почему у одних все идет так гладко, а им будто палки в колеса вставляют. Добились слушаний, получаете новую проблему. Мы обратились в администрацию, чтобы нам предоставили счет для платы за 15-й год. Но они заявляют, что документы потеряны. И как вам предлагают быть? Они ничего не предлагают. Они хотят, чтобы потом, в дальнейшем, у нас срок аренды кончается в июне 16-го года, они могут предъявить нам, что мы не оплатили арендную плату за 15-й год. Хотя без учета 15-го года они уже добросовестно заплатили в городской бюджет более 2-х миллионов рублей. Если к концу срока аренды накопятся долги или не будет построено здание, то участок у них попросту заберут. Но спортсмены не сдаются. Надеемся, что Алексей Ильянс примет правильное решение. Будет весенняя сессия Совета городского депутата, на котором будут приниматься все эти слушания по изменению земельных участков, то вполне возможно в марте, может в апреле, мы уже получим разрешение на строительство. А останется там только два месяца. Но, видимо, они и надеются на это, чтобы потом в дальнейшем изъять этот земельный участок и отдать другому застройщику. На арендованные спортсменами земли недавно выгрузили стройматериалы. Но уж, конечно, не для возведения зала, а для тех самых соседних новостроек. Им, очевидно, требуется все больше пространства, пусть и чужого. Так что желающие занять этот участок найдутся быстро.